Стивен Нефф Автор сценария Дональд Хоном По роману Мэри Элизабет Брэддон Пиба, это тебе от нас Спасибо Мисс Грэхэм, сэр Майкл хочет поговорить с вами в кабинете, наедине Мисс Элисия Продюсеры Энн Мэри Кейси и Джейн Уэллисли Я предлагаю вам сердце А я жажду вернуть его вам вместе с моим Но как закрыть глаза на выгоду этого союза? Я всегда была эгоистична Люси Я вам неприятен? Неприятен? Нет Значит, у вас кто-то есть, и вы его любите? Нет, никого на всём белом свете Похоже, я просто старый дурень Но если у вас никого, и я вам не противен Пусть это будет договор, Люси? Да В мои-то годы Грех жаловаться Что идут за меня ради богатства и положения Бог мне свидетель Я буду вам хорошей женой Отныне никакой зависимости Никакой ротины Никаких унижений Похоронено и забыто Режиссёр Бэтсон Моррис Эванс Что за спешка? Прочь дороги Боже правый, Роберт Одли Даффилд, всё в том же костюме Где пропадал? Вы в Австралии с другом, это Джордж Талбойс Добрый день Видишь, он там время даром не терял Дай сюда Джордж Это всё ради Элен и ребёнка Да ты прямо мученник Прости, Джордж, знаю, ты по ним скучал Каждый день и каждую минуту Понимаю Я мог себе позволить лишь одну поездку Из-за ребёнка Это всё очень серьёзно, Боб Я себе пообещал Либо разбогатею, либо больше не стану ей докучать Джордж Я всё понимаю Идём Отвезём тебя в Уилдернси Пока я разъезжал, мой дядя, старый дурень, женился на гувернантке Видишь, не я один такой расчётливый Роберт! Англия, 1868 год, поместье Одли А приструнить тебя не удалось Это не значит, что не пытались Я уж думала, больше не увижу тебя Наступает момент, когда приключению конец И это уже тяжкий труд А мы знаем, как ты его ненавидишь Ты по мне скучал? Скучал по всему, что оставил Идём, познакомишься с Люси Так теперь у тебя, как у Золушки, злая мачеха До тебя ей далеко Все старые девы в округе хотели быть на её месте И жестоко разочаровались Здравствуйте Должно быть, вы Роберт Леди Одли Достаточно на сегодня Благодарю вас Да, мадам Вам, наверное, хочется побыть вдвоём Субтитры создавал DimaTorzok Раз у тебя теперь своя контора, надо работать Но тогда ведь кто-то лишится заработка Не знала, что Роберт такой альтруист Ладно, Боб, теперь всё иначе Я пригласил в гости друга Это Джордж Сталбойс Надеюсь, ты не против Ты же сам только что приехал Ужин подан, сэр Майкл Хорошо Не прямо сейчас Через неделю он поехал в Йоркшер С женей и сыном Люси Леди Одли Леди Одли Моя дорогая Что ж со мной будет, когда я состарюсь? То же, что и со всеми Что-нибудь ещё, Леди Одли? Нет, всё, милая, спасибо Фиби Фиби Подойди Можешь во всём на меня положиться У нас с тобой всё, как и раньше Фиби Люк Люк Леди Одли Она, похоже, сильно испугалась Ничего страшного Люкси Просто дурный сон Просто дурный сон О чём? Этот друг Роберта, кто он такой? Джордж Талберт Подружились на золотых приисках Их теперь водой не разольёшь А он из хорошей семьи? Вот уж не вовремя Лучше бы Роберт Элисси больше внимания уделял Заключим, пари? Что, когда они поженятся, у нас с тобой уже будет сын? На неделе к нам приедет леди Саутминстер Мне надо произвести впечатление Надеюсь, ты понимаешь, для меня это важно Надо заказать в Лондоне новое платье Саут-Эмптон, пожалуйста, первый класс Прошу вас, мотан Благодарю Доки Саут-Эмптона Ради всего святого Я не стяжатель святости, миссис Плаусон Но ведь ребёнок… Умирает. Я ничем не могу вам помочь Мало времени Должно хватить Если сделаешь всё так, как я скажу Ты что, меня боишься? Я не позволю, чтобы ты жил вот так Кое-чему я теперь научилась Всё делали же в деньгах Без Люси тут так тихо И ещё и Роберт уехал Тебе бы самой съездить в город Когда ты в последний раз покупала себе платье? Мужчинам по вкусу забота женщин о внешности Ты должна быть на высоте, Элисия Боба голыми руками не возьмёшь Лондон. Судебные Инны Двёрдж или никаких её следов Вот чертовщина Люди просто так не исчезают Должны же быть родственники Только отец Боб, взгляни-ка Локон Эллен Тут же оттенок, как у моей новой тёти Подожди, сам увидишь Я знал красивых женщин, но Такого совершенства, такой утончённости Поехали Ура Роберт Попробуйте Ура Попробуйте Смир Ура Ура Двадцать четвертого числа сего месяца в Вентнере на острове Уайт. В возрасте двадцати двух лет, Эллен Талбейс, горячо любимая дочь капитана Генри Мелдона. Вентнер, остров Уайт. За то, что ты бросил её. Я её не бросал. Боб? Расскажите, как это случилось. Тут и рассказывать нечего. Её отец привёз её сюда из Саут-Эмптона, а через пару дней она скончалась. Я сразу поняла, что ей не жить. А причина смерти? Чахотка. Гасла, как свечка. Обо мне вспоминала в последний момент? Нет. Тихо отошла, словно агнец. Капитан Малдон. Где Генри? А тебе что за дело? Я очень признателен, Боб. Ну, гостя сейчас никакой. Мне надо ребёнка искать. Джордж. Джордж. Стой, малыш. Это Роберт. Роберт. А с ним? Наверное, это его друг Джордж. Люси. Марина, живо сюда. Помоги, леди Олдби. Хорошо, хорошо. Ну что? Можете не волноваться. У неё будет ребёнок? Об этом думать ещё рано. Не сердись на меня. Лучше я схожу к доктору в городе. Завтра. А как же, Боб? Мне сейчас нет гостей. Разумеется. Извини. Слушай, я правда ценю всё, что ты для меня делаешь. Ну, а сейчас вся сила надо направить на то, чтобы сына найти. Передай это Роберту от меня. Конечно. Тебе не станет плохо в дороге? Нет. Не упусти свой шанс, Элиси. Избавься от мистера Талбеса, чтобы остаться с Робертом. Пошёл, малыш. Зачем ей непременно в Лондон? Какая разница? Роберт, я думала, ты приехал сюда повидаться со мной. Конечно, Элиси. Идём, Джордж. Надо успеть на поезд. Ты что, собрался уезжать? Идёмте, мистер Талбес. Я покажу вам дом. С удовольствием. Увидишь новый портрет моей тёти. Идём. Ничего не выйдет. Жаль. Ничего подобного. Ты как маленький. Боже, неужели это всё ещё тут? Помню, как ты в них ходила. Значит, иногда ты обо мне думаешь? Ты часть моей жизни, Элиси. Сама ведь знаешь. Я пойду первая. Идёмте. Я за тобой, Джордж. Я за тобой. Это был сон. Да. Не хочу, чтобы ты переживала. Из-за... Роберт, картина здесь. Иду. За такое лицо хоть на смерть. Согласен, Джордж? Джордж. Глупая девушка. Почему ты решила, что можешь... Прости. Я не хотела ничего дурного. Не хотела ничего дурного. Это мои комнаты, а не галерея. А теперь уходи. Уходи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, Джордж, и Фомой Класса не нашел. Что ты делаешь? Возвращаю тебя тому, кого ты обманула. Он тебе не поверит. Нет. Никогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эллен, ради бога! Джордж! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже, помоги мне. Помоги мне. Помоги мне. Помоги мне. Джордж! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джордж! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так ты видел тут ночью кого-нибудь? Да. Высокий такой, чистый выбрит. Похоже, это он. Ты с ним заговорил? Не успел. Меня заметил и дал дёру, как заяц. Я за ним. Думал, браконьер, но не догнал. Была такая гроза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люк, что ты тут делаешь? Зашёл навестить. Тебе сюда нельзя? Отдай, отниму. А вот и нет. Ну всё, хватит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прекрати. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люк! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Роберт, о чём ты там думаешь? Я о своём друге, о Джорджа. Не очень ты лестно. Мы с ним вместе прошли через ад. Без единой царапины. Уходи. Иди ко мне. Ну всё, хватит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люк. Продать одно, и нам хватит на всю жизнь. Ну как, я тебе? Да. Что тебе сыграть? Прошу тебя. Зовут, что я сказала. Просто вчера я так устала. Вы поранились? Чепуха. Только не Бетховена. Он поглощает, как лавина. И ничего грустного. Не хочу нынче думать о грустном. Может, то пьезу что-то играла вчера? Ладно. Уверена, вы его встретите в Лондоне. Наверное, поехал к тестью в Саут-Эмптону. Он решил найти сына. Привет. Нет, Люк. Что тут у нас? Детский ботиночек. Так, так, так. Вчера зашел Талбес. Сказал, едет в Ливерпуль, оттуда в Сидней. Саут-Эмптон, срочно. Будет сделано. Субтитры подъемле. Субтитры подъемле. Субтитры подъемле. Спасибо. Только так. И куда он поехал? Капитан Молден, куда он поехал? На поиски сына? Джордж появился вчера. Он тут пробыл... Сколько он тут пробыл? Это я у вас спрашиваю? В Ливерпуль. В Ливерпуль? Венча ночью отщелил в Австралию. Можно вам предложить? У меня только ром. Нет, спасибо. Ума не приложен. Ничего не сказал. Оставил у меня все свои вещи. Вчера зашел Талблес. В Ливерпуль. Оттуда в Сидней. Джордж говорил, что встретил в Йоркшире вашу дочь. В Уилдернсе. Когда он уехал, мы пошли. Роберт, вы ездите верхом? Увы, нет. А вам это зачем? Почему бы и нет? Разве что-то мешает? Убедили бы дяде не бросать столько денег на ветер? Это я подала ему мысль. Когда лорд Кумнер отказался от своих планов, люди лишились работы. Арендаторы могут и сами себя обеспечить. А поместье не может. Арендаторы тоже меня беспокоят. Скоро зима, а я знаю каково, когда не хватает одежды и топлива. Какой смысл намекать на далекое прошлое, если потом вы... Ваши чары сильны и без тайны. Никакой тайны, лишь отторжение. У меня не было безоблачного детства, как у вас. А ваши родители? Их нет в живых. Мы их тоже. Значит, мы оба обязаны сэру Майклу. Когда я узнал, что дядя женится, я был настроен скептически. Не вы один? Слово «гувернантка» вызывает определенные... Я не ожидал такой красоты и прочих достоинств. Вы необыкновенная женщина. И все? Я ждала еще комплиментов, мистер Родли. Хотелось бы знать ваше мнение кое о чем. Я нашел одну телеграмму. Взгляните. Написано «Талбойс». Стал бы Джордж говорить о себе в третьем лице? Сыню ваше доверие, но не пойму, какие выводы... Джордж никуда не уезжал. Я навел справки. Его не было ни на одном корабле, что плыл из Ливерпуля. И в Саут-Эмптон он тоже едва ли попал. Но тогда как же? Капитан Милден солгал. Так его научили. Чего я только не делал. Говорил с его друзьями, давал объявления в газетах. Исчез. Люк! Есть лишь один способ узнать, что с ним случилось. Поехать за ним в Австралию? Я же сказал, Джордж еще в Англии. Уверен? Да и мне нельзя уезжать. У меня свои причины. Если вы об Элиси, то я вас понимаю. Всего доброго. Насчет твоих шансов, Боб. На самом деле ничего не изменилось. Мы-то думали, что у Элиси будет ребенок. А раз оказалось, что нет. Ну, все еще возможно. Я так не думаю. Не забываю, ведь Элиси единственный ребенок. Люся дала мне столько счастья, сколько мне и не снилось. Вот если она родит мне наследника тогда... Ну да, конечно. Если же нет, то все унаследует сына Элиси, а до поры все будет под опекой. Я был бы счастлив, если бы ты стал отцом ее сына. Знаю, ты потрясен исчезновением друга. Но, Боб, нельзя же и о ней забывать. Пожалуй, пойду. Для меня уже поздно. Не задерживай Элисию надолго. Надо бы открыть западное крыло. Там есть очень удобные комнаты. Тут никак иначе и не спросишь. Ты пойдешь за меня? Конечно. Конечно. Хотя бы Василек. В тон твоих глаз. Да он и не заметит. Что такое? Тебе тут не место. Убирайся. Даришь ей свое старье? Давно ли сама была гувернанткой, а? Фиби сказал, что вы хотите жениться. Я ей обещала. Я знаю, что. Пятьдесят фунтов. Маловато. Выкладывайте сотню, госпожа. Разумеется, нет. Как ты смеешь? Фиби? Фиби? Деньги не имеют значения. Но я хочу вернуть эти вещи. И обещай, что не выйдешь за Люка. Я не могу отказаться. Думаешь, с таким мужем будет легче? Я видела своими глазами, к чему ведут плохие браки. Мне повезло. Я выросла в свете. Ты тоже сможешь. Я помогу. А Люк потянет тебя вниз. Поверить не могу, что ты готова. Забирай платье и уходи. Доброе утро, леди. Вперед. Вперед. Пока. Сэр Майкл не видел вас с тех пор, как леди Саундминстер. Чудесно выглядите. Счастливого Рождества. Сэр Майкл? Сэр Хэри. Охота завтра будет? Да. А где Элисия? Ты должен знать, они с Робертом обручились. Понятно. Пойдем, чего-нибудь выпьем. Я надеялся, до этого не дойдет. Сэр Майкл. Леди. Слышала, что говорят про дурни с деньгами? Представляешь, она была гувернанткой. Сэр Хэри. Одли. Одли. Сэр Майкл. Сэр Майкл. Роберт. Роберт. Моя королева. Прошу прощения, задумался. Мистер Одли чем-то озабочен. Быть может на месяц, Виталио? Безделье тяжкий труд, не так ли? Завтра идете, Одли? На охоту. Увы, меня не привлекает погоня по грязному полю за полуголодным зверем. А ему каково, вы когда-нибудь думали? То охотятся лиса, то охотятся за ней. Зверь принимает свой жребий. Загнанный зверь, никогда. Сэр Майкл. Да. Сэр Майкл. Опоздала. Ну, давай сюда. Все, больше не получишь. Спасибо, моя госпожа. И еще. Узнай, что обижаешь Федя. Я тебя... Как я обращаюсь с женой, мое личное дело. КОНЕЦ Ну, да нет, стар Роберт. Оказалось, что твой неуловимый друг Джордж Талбойс сосед сэра Хэрри. Да, но мы не виделись с тех пор, как его одурачила та выскочка. Полегче, сэр Хэрри. Роберт слишком восприимчив, когда обсуждает его друга. Не обижайся, старик. Однако, это он его одурачил. Я слышала, что Талбойс ее бросил. Ничего подобного. Он поехал работать в Австралию ради нее. Надо же. Не думала, что мужчины способны так любить. Мало ли, хорошеньких мордашек. А если блондинка отдаст Богу душу? Ничего. Можно взять незамену брюнетку. Джордж не такой. Смерть жены разбила ему сердце. Да уж. Жестоко с ее стороны так опечалить своей смертью. Смерть ее мужа. Его верность не всяких сомнений. То есть усомниться в ней нельзя? Конечно, он ведь святой. Куда нам до него? Люси. Если бы вы знали Джорджа… А вы, миссис Талбойс… А вы ее знали? Конечно, нет. Я хотела лишь восстановить справедливость и все. Мне показалось, вы его избегали. Так внезапно уехали в Лондон. Если бы не Элисия, он бы не узнал, как вы красивы. Вот оно что. Вот в чем ваша тайна. Она в том, Роберт, что меня удручает ваше ухаживание. Давай, парень, не тяни. Люк, что ты наделал? Ничего. У вас усталый вид. Рано поднялся. Стало любопытно, на что сейчас живут ваши бывшие слуги. Полагаю, Элисия вас уже ищет. Если бы вы мне доверяли… Я верю, Роберт, что вы не захотите огорчить вашего дядю. Вижу, почему Элисия вас любит. Вы хорошо с собой. Поверните голову. Еще немного к свету. Вот так. Джордж оставил тут свои вещи. Пожалуй, пора их разобрать. Наверное, там письма от родных и от жены. Вы точно ее не знали? Точно. Вы знакомы с теорией косвенных доказательств? Нет. Разные мелочи. Пустяки. Разрозненные нити. Но из них сплетают прочную веревку, чтобы повесить преступника. Или преступницу. Что вам известно, Роберт? Ничего. Но я знаю, чего вы добиваетесь. Это ли справедливость для Джорджа? Мне так стыдно, госпожа, что я… Ничего. Тоже мне доказательства. Зачем же вы? Я друзей не забываю. Вы не ошиблись насчет Люка. Боже мой. Молчи, дай подумать. Хочешь вернуться ко мне? Так хочешь, тогда одевайся немедленно. Поедешь в Лондон. Алисия, я должен услышать ответ. Мне жаль, но я обручена с мистер Модли. Я это вижу совсем по-другому. Седлать мою лошадь. Живо. Добрый день, леди. Какого дьявола Бог так тянет? Я думал, теперь уже все. Хоть бы ты ему сказала, он бы прислушался. Для такого племянника я слишком юная, тетя. Не говори глупости. Не надо меня ненавидеть, Роберт. Последние месяцы нам было нелегко. Беременность. Мне моя беременность. Мы ведь можем дружить. С женщиной вроде вас. Это как понимать? Вы же светский человек, Роберт. Мы можем быть друг другу всем. Или ничем. Так мы понимаем друг друга? Элисия вас любит, а ваш дядя... Надо взять на себя кое-какие обязательства. Этого хочет сэр Майкл. Хочу и я. Сделай так ради меня. И увидишь, я умею быть благодарной. Люси! 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 Пусти меня! Роберт! Я тебя всюду ищу. Так больше нельзя. Люси! Люси! Ради Бога! Роберт... Похоже, он... Это ты его, Талбейс. Роберт считает, его убили. Убили? Да. А убийца я. Он меня подозревает. Мне стало так страшно. Должно быть, он спятил. А еще он пытался. Роберт! Прости, я не могу все это объяснить. Да я и сам ничего не понимаю. Это моя вина? Кем же мне стать для тебя, Роберт? И что мне для этого сделать? Хочу, чтобы ты была собой. Но тебе же ведь этого мало. Как мне стать похожей на нее? Не говори так. Что бы ты ни делала, Элиси, не старайся походить на леди Одли. Локом! Локом! Поехали! Дома! Где тебе learning? Какие друзья? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Молочи на себя. Толбой сбыл прошлой ночью. Фиверпуль отплыл в Сидней. Фиверпуль отплыл в Сидней. Фиверпуль отплыл в Сидней. Подарено Джорджу Толбойсову. В 1854 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Люси Элен Нет Я ни в чём не признаюсь, а вы им ничего не докажете. Вы уверены? Я пытаюсь вас спасти. Вы уже пытались скрыться и попытаетесь снова. Так вы за меня? А как же и бедняжка Элисия? Надо остановиться, Роберт, не то мы все погибнем. Я не могу бросить то, что досталось мне так нелегко. Сэр Майкл не вынесет, если я исчезну. Что бы вы там не думали, я люблю его. Я никогда не делала вид, что мне безразличны его положения. И я не могла не любить того, кто всё мне дал. Но не из одной благодарности. Я люблю его искренне. Вы внушаете мне отвращение. Так оставьте меня и вашего дядю в покое. Ведь я же вам ничем не угрожаю. Осчастливите Элисию. Вряд ли у нас сэром Майклом будет ребёнок. И по местью Одли унаследуете вы. А преступление останется безнаказанным. Так часто бывает. Как семья Одли получила эти земли? Вы знаете? Я докажу. Против вас есть улики. Ваш локон. Детский ботинок. Телеграмма. Образцы почерка. Да, Роберт, вижу, ты постарался. Кто знает, что ещё я найду в Йоркшире. Я уже видела таких, как вы. Овсюду собирают разный хлам и наделяют его выдуманным смыслом. Я видела таких в сумасшедшем доме. Это будет борьба не на жизнь, а на смерть. Лидия. Твой выбор, Роберт. Но одно я тебе обещаю. Никогда ты меня не получишь. Я скорее покончу с собой. Один простой вопрос. Я всё ещё обручена или нет? Реши это сама. Но Роберта в этом доме больше не будет. Отец, пока я жива. Что он такого сделал? Элисия, ты ведь не слепая. Да уж. Не слепая. Я этого не потерплю. Иди к себе, Элисия. Провидение Роберта было весьма эксцентричным. Эксцентричным? Мы вместе выросли. Я знаю его лучше, чем кто бы то ни было. Да, он изменился. Его трудно узнать. Но виноваты в этом вы. Люси. Леди Одли. Ну, как он? Он поправится. Но только через несколько недель. На редкость сильный организм. Уилдернси. Йоркшир. Дубовые сердца. Расскажите о капитане Молдоне. А, да. Завтра папа будет продан. Долг большой? Девять фунтов. Девять фунтов. Вот. Так что там с капитаном Молдоном? Снимал у нас жильё. Дочь у него была. Вышла за молодого офицера. А он взял, да уехал. Ну да, чтобы её обеспечить. Удрал через неделю после родов. Да нет, вовсе нет. Он просто... Очень её тут все жалели. Сочувствовали. А долго Молдон с дочерью пробыли в Уилдернси после исчезновения её мужа? Вроде что-то от них осталось. Письма, вещи. Глянь, может, найдёшь. Она взялась было музыки учить. Но на жизнь никак не хватало. Да ещё папаша выпивал. И как-то ночью она просто исчезла. Да, оставила мальца со стариком. И мы их больше не видели. Двинулись куда-то на юг. На, у тебя глаза получше. Нашли у них в шкафу, когда продавали. Надеюсь, у вас всё хорошо. Мой удел мог быть и лучше. Если бы Джордж знал, быть может, он бы меня не оставил. Я стала узницей собственной жизни, приговорённой не к смерти, но к чему-то более худшему. Я стала узницей собственной жизни, приговорённой не к смерти, но к чему-то более худшему. Мрак сгущается. Я не в силах это вынести. Присмотри за малышом, ведь я не могу Отец, прости меня, ты ведь знаешь тайну, из-за которой я в таком отчаянии Из-за которой я в таком отчаянии Твоя любящая дочь, Эллен Тайну Всё будет хорошо Или ты меня больше не увидишь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер, миссия Сбарка Добрый вечер, миссия Сбарка Осторожнее со свечой. Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Похоже, сэр Хэрри нас бросил DimaTorzok Отправился в Европу. Элися, я хочу погулять. Оставишь мне компанию? Нет. Мистер и миссис Баркен... Не волнуйся. Я заплатил им за молчание. Я не этого хотела. Хватит лгать. Иди в нашу комнату, Элися. Роберт! Леди Одли раскроет нам одну тайну. Ты никогда не интересовался историей моей жизни. Вероятно, догадывался, что в ней мало приятного. Люси! Прости меня. Я очень рано узнала, каково быть бедной. А когда подросла, осознала, что красиво. Я поняла, что моя судьба всецело зависит от брака, и что даже красивой девушке приходится долго ждать богатого мужа. Ты вырос богатства, тебе легко меня презирать. Но я знала, как калечит нищета. И с ужасом вглядывалась в будущее. Я встретила Джорджа Талбейса. Он обещал мне небо в алмазах. А дал лишь и горе, и бедность. Его отец лишил его поддержки. Я родила ребенка. И погрузилась в пучину отчаяния. Джордж меня бросил одну. И я его возненавидела. Его отец богач. Его сестры купались в роскоши. А я была его женой. Матерью его сына. По какому праву он бросил меня прозябать в нищете и безвестности? А как же твой ребенок? Элисия, прошу тебя. Пусть останется. Ей стоит узнать о мире за этими стенами. Я не могла любить малыша. Как я ни пыталась, он был обузой. И тянул на дно. И тогда я сбежала, как сделал мой муж. Я стала Люси Грэхом. Первошкольной учительницей. Потом твоей гувернантской. Бог мне свидетель. Я буду вам хорошей женой. Я могла бы достичь своей цели. Но вмешалась судьба. Ты знала, что Джордж не даст тебе убежать. И сфабриковала свою смерть. Да. Вот когда я узнала, что значит быть богатой. В Саут-Эмптоне я нашла одну женщину. Нищая и алчная, готовая на все. Я купила ее дочь. Мой отец поехал в Вентнур и снял жилье для своей умирающей дочери и ее малыша. Она жила там под фамилией Талбойс. С этим именем ее и похоронили. Мы оформили все документы о смерти и дали объявления в тайну. Вот она. Тайна Леди Одли. Примилая смесь эгоизма и... Моя тайна. Хочешь знать, что мне снится, когда я просыпаюсь от своих криков? Ты говорил мне, что ты меня любишь. Так потерпи меня еще немного. Хотя бы пойми меня, прежде чем прогнать. Майкл. Хочешь знать мою тайну? Я сказала, что я не могла любить ребенка. Я оставила его с моим отцом в надежде, что сын меня забудет. И что я не стану его мучить, как меня мучила моя мать. Я всегда думала, что она мертва. Но как-то раз я была еще крошкой. Отец напился. И привел меня туда. А потом... Рассказал мне... Это ужасная вещь. Он сказал, что безумие наследственное. Майкл. Сэр Майкл. Прости меня. Умоляю. Ради нас обоих. Если... Если Роберт... Прошу. Только не те. Сама сказала, сын для тебя ничего не значил. Леди Одли не здоровится. Отведи ее в ее комнату. Не разговаривайте с ней, ей нельзя волноваться. Какой ты дотошный. Ты меня осуждаешь. Ради кого, по-твоему, я это делал? Не знаю. Но кто ты такой, чтобы все это делать? Опиум. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть, мисс Грэхэм, нужен надежный человек, чтобы обеспечить ей покой и безопасность Никакого скандала, Боб Сегодня я поеду в Лондон, и если я буду нужен, приезжаю в Кларендон Я люблю ее, всем сердцем, Боб Я не могу сказать ей, прощай Могу лишь молиться, чтобы Господь ее пощадил Я знаю, я могу тебе довериться Субтитры создавал DimaTorzok А Леди Одли с ним поедет? Нет никакой Леди Одли Я хочу, чтобы с ним ехала ты Нет, Роберт Я к вам присоединюсь потом, Элисия А как же я? И куда нам ехать? Сначала в Лондон А потом в Европу? И будем ездить с курорта на курорт, потом папа умрет, а я превращусь в злобную старую деву? Элисия Я буду гнить заживо, как мать Люси Твой отец был ко мне добр, хотя я того не заслужила Я всегда смеялась над чужими страданиями Они казались не ничтожными в сравнении с моими Надо было уделять тебе больше ласки Угу 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 КОНЕЦ Чтобы избежать скандала, вам нужно доказать, что леди безумна и за себя не отвечает. Проблема в том, что наследственного безумия не бывает. А как же ее мать? Это ничего не доказывает. Я полагаю, мне пора ее увидеть. Она не буйствует? Я всегда себя такое считала, ведь то, что я хотела, от рождения мне не было дано. В голове бушевало пламя возмущения. Но в душе я не ощущала безумия. Все мои желания были разумными. Считаете, что не сделали ничего дурного? Да вы безумны. Безумны, раз искала счастье? Безумны. И обеспечены жизнью? Безумны. Там, где женщина только и может все это найти? Безумны так, как я еще не видел. Вы монстр. Вы нарушили все священные для общества конвенции. Вы холодны. Рациональны. Безжалостны. У вас ничего женского. Ничего женского? В этом, доктор Мосгрейв, никто меня не обвинит. Вы хуже, чем безумные. Вы опасны. Мистер Родли, ей больше нельзя находиться в приличном обществе. Просто я женщина. Сосуд скудельный. Биби, помни одно. Я никогда тебя ни в чем не упрекала. Возьми вот это. Нет. Бери. Никому не показывай. Как только сможешь, поезжай в Лондон и продай. Благодарю вас. Нормандия, Франция. Она красивая. Давай работай. КОНЕЦ Когда я думала, что мы сбежим вместе, то я, надо признаться, воображала нечто более романтичное. КОНЕЦ 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 Что это за место? Больница для умалишённых. Добрый день, мадам. КОНЕЦ Добро пожаловать. Отныне ваша жизнь, коль скоро жизнь, это действие и многообразие, закончена. И все ваши тайны останутся тут навсегда. Прошу сюда. КОНЕЦ КОНЕЦ Твоё колечко, Джордж, ведь я его хранила. Ещё бы. Оно ведь дорогое. Ты вырвала мне сердце и растоптала его. Три года. Я бы ждал тебя всю жизнь. Первое, я бы тебя никогда не оставила. Что ты делаешь? Возвращаю тебя тому, кого ты обманула. Что это? Мои обручальные кольца. Сэра Майкл и Джорджа. Тоже хочешь отнять? Совсем нет стыда? Ты подло обманула двух достойных людей. Каких только видывал мир, ты не смог обладать мной и решил управлять. Под предлогом защиты чести семьи я буду тут гнить, пока не умру. Поводом послужило безумие, но раз меня сочли безумной, позволь мне воспользоваться привилегиями безумия, Это была славная победа. Жизнь твоего дяди погублена. Это ты её сгубила. А что насчёт Элисии? Ну да, ты на ней женишься, хоть ты её и не заслужил. Я буду придана забвению, а ты получишь собственность поместье Одли. Прощайте, мистер Одли. Прощайте, моя госпожа. Я не была и никогда бы не стала вашей госпожой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова КОНЕЦ Привет, Боб. Надеюсь, непросто, что мы тут устроились. Я тогда выбрался сам и добрался до Брентвуда. Нашёл хирурга, он перевязал мне руку и дал мне смену одежды. Почему ты мне не сообщил? Я тогда плохо соображал. Поехал в Лондон и сел на первое же судно. Вообще не хотелось видеть людей. Спасибо, Мэри, она мне очень помогла. Джордж, я чертовски рад тебя видеть, но... Как же Люся? Пропади она пропадом. Я должен с ней увидеться. Пойми, Надэ, хотя бы сказать ей, что она не убийца. Вы меня уверяли, что ваш персонал не подкупить. Я и сам так считал. Но когда у пациентов есть драгоценности, вы не сообщили в полицию. Кого из сотрудников нет? Все на месте. Месье, я уверен, ей кто-то помог. Её навещала одна молодая особа. Англичанка. Светловолосая. Ты слышал, что она сказала? Она боялась, страшно боялась попасть туда, где была её мать. И именно это ты сделал. Да что с тобой, Элисия? Посмотри на меня, Роберт. Я птичка в золотой клетке. А выпустить на волю другую птичку было единственной радостью. Элисия, пожалуйста, прости меня. Нет, Роберт. Ты пойми, ведь когда я встретил Люси... Роберт, ты должен уехать отсюда. Ты должен зарабатывать на жизнь. А я увижу мир таким, каков он есть. Хотя бы за это я тебе благодарна. Определённо, без Люси тут так тихо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok